здравствуйте дорогие друзья это заключительная передача видео курса предметная фотография это легко и с вами ее ведущий эдуард петер почему заключительное видите на экране у нас часы это время это время это то чего никогда не хватает и сегодня я хочу сказать вам о том что мы делаем это видео делим его сейчас на две части делаем быстрое с по вопросам и ответам мы планировали конечно более подробно сделать целую передачу назвать у вечер вопросов и ответов но оказалось что нас очень поджали наши заказчики мне прислали около 200 ювелирных изделий бижутерия вот такого типа разные я потом на столе у меня появится вы увидите и поэтому мы должны до наступления предновогодних праздников это все успеть и вы понимаете что это большая ответственность как перед клиентами так и перед самим собой мы должны держать марку мы должны выдерживать сроки и поэтому тут другого выхода нет как сейчас немножко ужать нашу программу и тем самым нам конечно хотелось бы этот курс начать в этом году но скорее всего у нас навряд ли получится но у нас для вас есть очень приятная тоже новость сегодня и сюрприз который мы попытаемся загладить нашу так сказать вину первый вопрос был у меня как я помню как становится предметами фотографами какие есть на этом пути подводные камни потом был вопрос по работе с клиентами где находить и так далее заказы где брать и вопрос был по ценообразованию как я уже сказал мы хотели более развернуто это сделать но так как сроки нас поджимает мы сейчас это сделаем быстро нам хотелось бы конечно рассказать о том что мы начинали фотографировать пять лет назад вот это то есть собак кошек фотографировали хорошо к нам приезжали из других городов и так далее но потом мы поняли что прожить на это невозможно переключились на девушек начали снимать такие всякие художественные портреты и сюжеты но тоже показалось что с девушками так они хотят фотографироваться но денег как правило у них нет снимать местных пожилых дам вы меня извините небольшое удовольствие поэтому я не хочу никого обижать но русские девушки и русские женщины они все-таки для меня эталон красоты далее мы хотели рассказать как мы за пять лет перешли от маленькой студии которые сделали все дома в двадцать пять квадратов до до ста квадратов которые сейчас у нас есть мы прошли четыре студии 25-35 квадратов 70 квадратов 100 квадратов сейчас мы находимся вот в этой студии она не такая сейчас пустая и чистая как два года назад здесь полно оборудования теперь если можно было сразу камеру развернуть я вам когда-нибудь показал но пока рабочая обстановка я не хочу вот вот я остановлюсь сейчас на другом о том как становятся предметными фотографами я вам скажу просто предметным фотографом становятся через сердце и терпение выдержку это основные составляющие успеха позиционировать себя на рынке как предметного фотографа потому что если вы не любите снимать предметы часами не сидеть карпеть над композицией над каким-то ракурсом не испытываете при этом удовольствие неудача 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 на дорогу неудача на дорогу камеру на объектив это у вас поначалу может и получиться но потом вы возненавидите это дело это не ваше просто а вот если вы чувствуете в себе влечение к этому если вы видите красоту в предмете в обычном предмете даже в носке то тогда это ваше. И наше видео для вас. Потому что составляющая предметного фотографа как раз в умении видеть в простых предметах то, что покажет интересное другим. Я как-то раз на одном сайте прочитал комментарий к своему натюрморту. Я тогда увлекался натюрмортами вот такими, что натюрморт упирается в стенку, а природа выводит на свет. То есть говорилось о ландшафтной фотографии. На что я, Подолов, написал в ответе, что все на свете уж создано Богом. В натюрморте создатель ты сам. И то же самое здесь. Мы создаем это. Вы видите, я люблю свою работу, и поэтому, возможно, у меня так все хорошо и складывается, и так получается. Без этой любви вы обречены. Я вам говорю, займитесь тогда чем-то другим. Так, теперь, где искать? Если вы решили все-таки быть предметным фотографом, это серьезный выбор. Это нельзя делать. Сегодня я предметку снимаю, завтра побежал. Еще что-то я так раньше делал. Вот, я снимал кошек, собак, девушек вы видели. Но последние два с половиной года я сосредоточился только на предметной фотографии. И у меня это все получилось, потому что делают это страстно, скажем так. Где искать клиентов? Я не знаю, где у вас, в Воронеже, в Москве или где ищут клиентов. Я могу только рассказать про свой опыт. Я ищу клиентов своих в интернете. Я не зависим от города, я не зависим от места, где у меня студия и так далее. Я это с самого начала так сделал, так решил, и так я действую. Я иду в интернет, смотрю онлайн шопы и иду в ВБ, смотрю там, что продается в шопах. И если я вижу, что фотографии не очень хороши, причем отбрасывайте сразу продавцов, у которых нет шопов. Это мелкие продавцы, они не в состоянии будут оплатить ваши услуги, как бы они бы не хотели. Поэтому ищите сразу те, которые продают массово. Но, конечно, не китайцев. У китайцев там свои заморочки, у них свои фотографы, это не пройдет. А найдите продавцов, которые поставляют на рынок постоянно, посмотреть их статистику. И если у них не очень хорошие фотографии, мягко намекните им в таком имейле о том, что ваши фотографии очень довольно-таки неплохие, но можно улучшить и тем самым поднять продажи. Это действительно так. Сейчас идет война не товаров, товаров много. Идет война картинок, скажем так. И те, кто это понимает, они в выигрыше. Вот лежит этот маленький браслетик. Это моя любимая клиентка, которая это поняла. Она раньше фотографировала сама. Вот это ужасно, конечно, это было. Я нашел ее, сказал, что я мог бы ей помочь. Показал свои работы, портфолио. Мы вернемся к этому сейчас. И сказал именно это, что я помогу поднять вам продажи на 30% только за счет своих картинок. Я вам это обещаю. Но обещание свое не выдержал, потому что не 30% получилось, а 300%. Она увеличила сейчас продажу вот этих изделий в три раза. То есть она очень довольна. И я доволен. То есть вот один из способов. Да, конечно, вы можете напечатать флайеры, раскидывать в почтовые ящики, отсылать. Но, вы знаете, флайеры уже никто не читает. И для меня, допустим, это тоже чисто мое, что я не хожу по магазинам. У меня такое ощущение, что я хожу с протянутой рукой. Дайте заказ, дайте заказ. А написав email, мне как бы все равно. То есть ответил человек хорошо, не ответил. Ну и ладно, то есть не обидно. Вот. И поэтому мой путь был такой. И он оказался для меня, он оказался правильным. Потому что я сейчас имею достаточно довольное количество постоянных клиентов, которые мне поставляют в месяц пару раз свои продукты. И мне этого достаточно. Теперь по работе с клиентами. Я сейчас отойду, принесу то, что я собираюсь снимать, показать вам. И мы продолжим этот разговор. Ушел, вернулся. Вспомнил, что про портфолио ничего не сказал. А это важно. Ну, во-первых, я позиционирую себя, как я сказал, в интернете, как предметный фотограф. И поэтому у меня есть несколько сайтов. Они переплетены между собой. И на них нет рекламы, кроме моей. Я не утомляю своих посетителей и зрителей сообщением, сколько выпила сода Алла Пугачева, насколько килограмм она похудела. Это не мой стиль и не мой заработок. Хотя у меня есть страница, где посещение 25-27 тысяч в месяц и до миллиона кликов в месяц. Я не скажу, какой. Потому что его столько раз взламывали, что больше я не хочу. Он тихо, мирно поживает, но в России о нем знают. Он на натюрмортах, если вы хотите уже знать. Но даже там у меня есть ссылка, только одна маленькая ссылка на мой сайт. Он бесплатный. Это photo tutorials.de, где много полезной информации. Она, правда, вся на немецком языке. Я и делал для немцев, потому что я немецкий продукт-фотограф. И там у меня тоже, вы знаете, пробиться с помощью фото и, допустим, слово «фото» довольно-таки трудно. Если вы напишите в гугле «фото», то вы получите порядка 4 миллиардов различных сочетаний этих слов. Если вы напишите туториал, то вы получите 127 миллионов. И вот теперь представьте, если вы напишите латиницей «фототуториал» или отдельно, или вместе, то на третьем, а то и на первом иногда месте, получится моя страница «фототуториал.де». Как мне это удалось? Ребята, большим трудом. Пять лет я над этим трудился. Я ходил в форумы, я создал эту страницу, где бесплатно очень много. У меня даже там была камера встроенная. То есть люди могли смотреть, чем я занимаюсь сейчас в студии. Я чувствовал себя как в дом-2. Не совсем приятно, но я делал это. И у меня теперь этот сайт очень высоко стоит. И с него опять же есть маленькая ссылочка, баннер, на мой другой сайт, где я предлагаю воркшопы. А оттуда уже на мой основной. Это «фотоарт студия Бон». То есть таким образом я не плачу никому, ни гуглу, ни каким-то раскрутчикам. Они делают то же самое, что и вы, только берут за это деньги. А вы сделаете это лучше, потому что вы себя лучше знаете. И у меня пять таких сайтов, которые переплетены. Это не фиктивные сайты. Это нормальные, хорошо работающие сайты, где люди или получают информацию, или они видят, как я работаю, или они видят примеры моей работы. Это всегда интересно. И поэтому у меня посещаемость хорошая. И бывают случаи, когда мне приезжает, когда мне приехал один человек на воркшоп. Это мастер-класс по-русски. Из далекого севера наше. Это как наши чукцы. Фризланд. Это наши чукчи. Он приехал оттуда, это за 600 километров, плыл на пароме с этого острова, потом ехал. Я его спросил в конце воркшопа, почему? Что там у вас на севере нет предметных фотографов? Он сказал, есть. Но картинки ваши мне больше понравились. Вот. Это то, о чем я сейчас хочу сказать, что очень важно. Не стремитесь взять количеством. Вот я снял то, я снял это, я снял пульт, я снял часы, я снял это. И все это вот вывалить на заказчика потенциального. Не нужно этого делать. Сделайте минимально. Я тоже прошел этот путь ошибочный. Да, у меня до сих пор очень много всякого на этих сайтах. Только потом я понял, что люди обращают внимание на красивые вещи, на редкие вещи. У нас в Германии есть такая возможность. Если я покупаю продукт, предмет, да, духи, допустим, красивые, то даже духи я могу вернуть. Через две недели у меня срок не понравился. Вот. И я не плачу за это ничего. Грех, конечно. Но на первых порах, когда я не зарабатывал так хорошо, я воспользовался этим и брал очень красивые формы духов, допустим, или какое-то ожерелье, или еще что-то. Мне всегда возвращали деньги, я вкладывал, снимал и обратно возвращал. Был очень аккуратен, конечно, ничего там не... Ну, есть такая услуга. Воспользовался. Сейчас я уже так не делаю, конечно. Ну, вот один из способов. Вы можете у кого-то из знакомых красивые часы старинные, допустим, да, красиво снять их, свет хорошо поставить. Понимаете, сделайте всего 10. Но сделайте 10 маленьких шедевров. И тогда вам можно будет действительно показать то, что вы умеете делать. Затратьте на это время, оно окупится, я гарантирую. Во всяком случае, это мой путь. Я его прошел, и теперь я знаю, что не флайер решает, а решает вот картинки в интернете. Действительно, как вы можете это все подать. И, конечно, большое значение имеет сама работа с клиентом. Я вот сейчас принесу то, что обещал. Тут куча будет у меня всяких разных безделушек. И потом мы продолжим разговор о работе с клиентом. Хорошо? Итак, повторюсь. Где находить клиентов? Я нахожу их в интернете. Можно, конечно, походить по городу, зайти в различные шопы, с ними пообщаться. Но, как правило, это немножко, как бы, я себя чувствую человеком с протянутой рукой. А тут я написал имейл, ответил, не ответил. Ну, хорошо. То есть, меня это не огорчает особо. И, тем не менее, после такого рейда, скажем так, я так делаю раз в два месяца, я обычно нахожу себе клиентом. Или они становятся у меня постоянно, или разве. Но это зависит от того, насколько много у него товара. Теперь. Что такое заказ? И меня спрашивали, если вот я, допустим, снимаю что-то, да, у меня было такое, я снимал такие вот предметики, да, они, оказывается, сделаны были в Таиланде из хрупкого-хрупкого материала, и я сломал. Ну, во-первых, я не заключаю никакие договора. За пять лет, что я работаю здесь, в собственной студии, я не сделал ни одного договора. Понимаете? Я работаю на доверие. Клиенты это ценят. И если что-то сломалось, я просто вычитаю своего заработка, вот и всё. Опять же, по себестоимости, не по продажной цене. Мы так договариваемся. А в основном, когда люди видят, что ты с ними с доверием работаешь, они к тебе тоже доверяют. Работа с клиентом. Нужно стоять не только на своей стороне. Хороший гешефт, то есть хорошая сделка, тогда хороша заказ, когда обе стороны довольны. Запомните это. То есть, не только вы прибежали, подоили эту корову, убежали, причём чужую корову, да, корова не будет довольна. Вот. И вы тоже по дороге это молоко расплескаете в спешке. Поэтому, если вы будете доверительно относиться к своему клиенту и стоять на его стороне, если он продаёт носки по 3 рубля, а вы говорите, что я сфотографирую за 20 рублей, да, то, естественно, ему будет это невыгодно. Поэтому ищите компромиссы всегда. То есть, смотрите не только в свою сторону. Себя не надо забывать, естественно, да. То есть, не надо ниже плинтуса идти. Но надо стоять на стороне клиента тоже. И объяснять ему, объяснять ему, что, допустим, вы можете, я предлагаю 3 варианта, как правило. Если я снял что-то, ну, не знаю, вот этот предмет, допустим, да, ну, это совсем простенький, а, к примеру, вот что-то блестящее с камушками и так далее, вы понимаете, что обработка занимает кучу времени. И я представляю 3 варианта. Первый вариант, когда я снял и немножко подработал. Второй вариант, я поработал там с тенями и так далее, с отражениями. И третий вариант, это люксус вариант, когда я работал с каждым камнем из этой цепочки. Ну, как правило, люксусы не заказывают, но и первый вариант тоже, после того, как сравнят, они говорят, хорошо, вы согласны. То есть, вот так надо работать с клиентом. Уважительно, соблюдать, очень четко соблюдать сроки. И я вам скажу так, если вы однажды назвали цену, даже если вы проигрываете, вы видите, проигрывали, вы ошиблись, ни в коем случае не меняйте эту цену. Возьмите этот грех на себя и продолжайте работать. Только тогда у вас появятся постоянные клиенты и вас будут как бы передавать из рук в руки. Говоря о том, что прекрасный фотограф держит сроки, выдает великое качество, хорошее, великолепное, и в то же время не так дорого, как остальные. И вот теперь мы переходим к ценообразованию. Что значит не так дорого, как остальные? За счет чего это получается? Не пытайтесь деппинг делать ценами. Это тупик. И тем самым вырушите рынок, на котором вам еще потом работать. Не забывайте об этом. То есть, я еще раз говорю, вот это вот не чужая корова, которую подоили ночью и убежали. Это действительно ферма, куда вы будете ходить каждый раз приносить домой ведро молока парного. Поэтому снижение цен, простое снижение цен, это неправильный путь. Это путь в никуда. Понимаете, снимая дешевые продукты, дешевые, вернее, продукты, предметы, я всегда говорю продукты, предметы, вам это обрыдлит. Вот так. И через некоторое время бросите эту камеру и скажите, да не в жизнь больше. Вот. Работа должна приносить удовольствие. Она приносит удовольствие тогда, когда вы можете позволить не в спешке делать, у вас есть время подумать. И поэтому снижать цены можно только в том случае, когда вы снижаете работу. Запомните это. Вы не можете снижать цены, объясняйте это своим клиентам, вы не можете снизить цену, вы можете снизить объем работы. В этом большая разница. То есть, клиент видит, что вы его не обманываете, не пытаетесь завысить цены просто так на обум-лазере. А вы действительно обеспокоены тем, что не получилось бы так, что он большие затраты понес, или вы мелкие. То есть, сотрудничество. Из чего складывается цена? Как правило, я это делаю так. Я знаю свои расходы по жизни, по студии, и прибавляю туда 10% к этой сумме, что мне надо заплатить. Мы платим здесь по-честному все. Мы платим страховки, медицинскую страховки, мы платим пенсионную страховки, мы платим налоги, налоговую инспекцию, мы платим за то, что смотрим телевизор. Тут много что мы платим. И мы это платим честно все. Потому что иначе придут и прикроют. И надолго. Поэтому для того, чтобы удержаться на рынке, я должен знать все свои суммы плюс накопления. И, ребята, вы можете работать в сутки продуктивно только 2 часа. Поймите, это не то, что вы считаете 8 часов и от работы. Нет, у вас сломалась вспышка, вам надо ее отвезти, у вас произошло что-то дома, вам нужно отдохнуть, вы заболели и так далее. В итоге получается 22 рабочих дня, из них вы работаете по 2 часа в день продуктивно. Остальное это вот и бумажки, и работа с компьютером и так далее. То есть учитывайте это. И делите. Делите. Посмотрите, какая у вас сумма в день должна получаться, чтобы вам выйти на это. Вот из этого и исходите. Из этого исходите столько. Вы должны зарабатывать столько в день, чтобы на этом можно было жить и откладывать, по крайней мере, на первых порах. На первых порах. Теперь, если не снижать цену, что делать? Ребята, время работать быстро. Очень быстро работать. Качественно и быстро. У нас был художник, который был... Я сейчас аккуратно по-быстренькому нарисую две противоположности такие страшные. Но тем не менее, когда я начинал работать с этими бедствиями, мне все говорили, что это невозможно, то есть нельзя сочетать здесь цену и время. Мне это удалось. Мне это удалось. и сейчас на ebay, на немецком ebay лучшие картинки по этим битцам это мои картинки. Это мои картинки. На это ушло два с половиной года, пока я научился это делать и научился быстро делать. Очень быстро, действительно. И вот таким образом мне удалось сочетать это две несовместимых вещи. То есть вот вам решение. учитесь работать быстро и качественно. Таким образом вы всегда сможете приемлемую цену предложить, не унижаясь при этом, не поджимая эти цены в надежде ухватить кусочек, а потом трава не расти. Нет. Работайте на будущее. Вот. И я вам еще скажу, у предметного фотографа должна быть большая, как я сказал, любовь к тому, что вы делаете. Без этого невозможно. Терпение должно быть огромное, желание экспериментировать. Иначе просто займитесь чем-нибудь другим. Итак, на этом вопросы-ответы закончены. Больше у нас времени нет, потому что я сегодня хочу еще сделать вам, сообщить вам две новости. одна плохая, вторая хорошая. С какой начнем? Начнем с плохой. Плохая новость в том, что вы видите вот эту десятую часть, которая у меня лежит, и я вам сказал, что мне надо очень быстро и срочно это все сфотографировать, и на видео, на наше видео у меня практически просто не остается времени. Мы посчитали, мы отработали очень хорошо. мы посчитали, что наш канал и немецкий канал, который мы ведем параллельно, мы создали за пять месяцев шестьдесят видео. Представляете, это почти больше, чем десять видео в месяц, на который уходит день, а то и два, чтобы создать видео, не говоря о подготовке. вот, и поэтому у нас чувство удовлетворения есть, конечно, но проблема в том, что однажды пообещав, а нас сейчас уже тысяча, выше тысячи нас сейчас подписчиков, то есть однажды пообещав, я пообещал тысяча своих подписчиков, что мы сделаем вторую часть, и люди расчехлили уже вспышки, и все наготове, и тут мы им говорим, что, ребята, извините, нам надо работать, и мы сможем продолжить только после Нового Года. Опля, печально, да? Я понимаю, это печально, но, как говорится, войдите в наше положение. Хорошая новость в том, что мы готовы ко второму курсу, мы уже все подготовили, у нас есть вспышки, у нас есть софтбоксы, у нас есть программа, у нас есть все, у нас нет чего времени, но оно появится. После того, как у нас эта лихорадка пройдет, это всегда так. Дело в том, что, опять же, по ценообразованиям летом, мы почти не зарабатываем ничего, поэтому весь основной капитал мы добиваем здесь, добываем вот в эти месяцы, а потом уже там в июне, в июле мы как бы расслабляемся, маленько, можем даже в отпуск, хотя я уже пять лет не знаю, что это такое. И, короче говоря, так что, у нас все сочетается, печально, хорошее, печально, хорошее, но я хочу вам сегодня сделать подарок, причем такой подарок предновогодний тоже, который практически вы не получите, скорее всего, нигде, потому что способа снимать вот такие изделия, вот такие изделия, вот в таком качестве, при помощи мусорного ведра вам не покажет никто, вам покажут, как надо купить тышильц, объектив за 2000, вам покажут, как надо купить салазки за 300 евро, какой-нибудь гармошкой что-то такое, объектив такое, значит, тоже прикупить все это, и после этого вы сможете снять резко от начала изделия до конца, вы видите, здесь у меня все резко, потом мы посмотрим ближе в фотошопе, и вот мой основной инструмент, никаких тышильтов, никаких салазок, и это вот самая приятная новость, сейчас мы с вами, еще раз я посмотрю, да, работает все, сейчас мы с вами пойдем в фотостудию, и сегодня у нас будет практика, не урок, конечно, потому что у урок нет времени, да, извините, но я вам покажу и расскажу принцип, на который вы можете работать, я думаю, что это будет очень интересно для вас, ново, потому что, ну, нет этого в ВВ, нет в интернете, это результат очень долгой работы, очень большого мыслительного процесса, такого внутреннего, да, и потом приходит озарение, ты видишь мусорное ведро, и понимаешь, что это, да, это новенькое совсем мусорное ведро, я купил в Обе за 5 евро, вот, но я очень им доволен, и ты понимаешь, что вот оно решение, когда ты можешь снимать красиво и быстро, и сегодня я вас этому научу, и я думаю, что перед Новым Годом, возможно, вам придется снимать такие изделия, и вы не раз нас с теплотой еще вспомните, и не будете на нас сердиться за то, что до Нового Года вы нас больше не увидите, ну уж после Нового Года мы начнем, договорились? Все, ребята, пошли фотографировать, время, время, ой, уже 7 часов, пора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова